Микс Ньюс Олег Пеков в студии. Сегодня проведу программу в одиночестве. Ну, я думаю, что периодически нужно такие делать нам программы, чтобы обсудить, поговорить о фильмах, которые в текущем репертуаре, поговорить о событиях, которые произошли, происходят или будут происходить, подвести итоги, может быть, посещаемости, что смотрят больше, что смотрят меньше, какие фильмы вдруг не выстрелили. Тем более у нас есть возможность сравнить посещаемость в Латвии, в Америке и в российском прокате. Ну, и, конечно, о событиях, что можно новенького, интересного посмотреть в кино, обо всем об этом на протяжении часа. Итак, давайте вот, пока у нас есть еще немножко времени, я хочу обратить ваше внимание, что сегодня в 19 часов в Доме Москвы можно будет посмотреть, осталось вот меньше двух часов, чтобы вы вдруг, если заинтересовались, быстренько навострились и отправились туда. Фильм «Верность». Эта картина будет показана всего лишь один раз на одном сеансе, и фильм Нигины с Эйфулаевой, он достаточно большое впечатление произвел на зрителей кинотавра, достаточно такой был скандальный показ, потому что очень откровенное кино. Посвящено теме супружеской неверности, и вот уже в прошлых программах мы говорили о нем очень многое, может быть, не буду так особенно застрять и останавливаться на нем, но фильм для российского, все-таки, скажем так, во многом пуританского кино, и сейчас вообще кинематограф достаточно пуританский, все происходит, там всякие «Игры престолов» и откровенные сцены, даже больше можно увидеть на кабельном телевидении, нежели на киноэкране. Где вот эти рейтинги возрастные сразу отсекают большую часть аудитории, и поэтому стараются продюсеры делать фильмы, которые могут смотреть подростки. Так вот, фильм «Верность», он снят очень и очень, ну даже я бы сказал, шокирующе, достаточно откровенно, местами это просто, ну такой, ну очень, даже я бы сказал, сцены постельные там откровенно сняты. Но при этом, при всем, тема фильма невероятно актуальна, и вот она великолепно совершенно сыграна главными героями. Главный герой – это супружеская пара, он – это актер театра, она работает в медицинском учреждении, и занимается, ну вот, в отделении акушерства и гинекологии. И вот то, что их отношения начинают как-то идти под откос из-за того, что каждый занят своими делами, приводит к трагическим совершенно последствиям и к супружеской измене. Всё это вот показано действительно, как буквально вот под откос летит, казалось бы, идеальная семья. Ну и в этой картине сыграл вот Александр Паль, очень многими любимый, замечательный совершенно актёр. И также вот одну из таких второплановых ролей сыграл Алексей Агранович, которого все, я думаю, хорошо помнят по фильму «Юморист». У него роль не главная, но тоже очень важная по смыслу фильм. Я думаю, ну такой обязательный к просмотру тем, кто в серьёзных отношениях, потому что, может быть, поможет он избежать ошибок, которые могут очень сильно повлиять на дальнейшую судьбу. Сегодня вот буквально единственный сеанс в 19 часов. И сразу я хочу проанонсировать, что было намечено на завтра премьера фильма «Сторож» и встреча с Юрием Быковым, но вот по независимым от Дома Москвы обстоятельствам, переносится на 17 число. 17 марта можно будет посмотреть фильм, ну, пожалуй, одного из самых востребованных, скандальных, тоже интересных режиссёров, который прославился фильмами «Дурак», «Жить», «Майор» и вот фильм «Сторож», где он и режиссёр, и автор сценария, и исполнитель главной роли. Такое очень авторское, в самом деле, кино, очень остросоциальное кино. И более того, вот возможность после фильма задать вопросы режиссёру, пообщаться, если что, вам будет непонятно. 17 марта, ещё раз говорю, перенесли с 5 на 17. Также в Доме Москвы покажут «Сладкую жизнь» Федерико Феллини 8 марта в 14.30. И будет очень интересный фильм под названием «Очень женские истории». Это фильм, состоящий из нескольких новелл, и там тоже буквально соцветие, созвездие российских актрис Анны Михалковой. Я сейчас боюсь ошибиться, кого-то назвать или не назвать, но огромное количество действительно самых-самых популярных российских актрис. И это очень такое лёгкое, весёлое, комедийное зрелище. 8 марта такой подарок для нашей аудитории. Так что обратите внимание на программу «Дома Москвы», поскольку это действительно возможность посмотреть очень многие российские фильмы, которые больше вы нигде не увидите. Ну вот, что касается нашего латвийского проката, то если посмотреть, какие фильмы были самыми популярными, сейчас мы как раз об этом поговорим, и сравнить с американским и российским прокатом, то, конечно, я не знаю, на что списать разницу менталитета ли или что. Но, например, самый популярный российский фильм «Холоп» или, например, фильм «Лёд-2», который продолжает идти у нас тоже в прокате, они всё-таки не столь популярны. Ну вот в России они бьют рекорды, они находятся на первых позициях и очень-очень хорошо воспринимаются аудиторией. Ну вот у нас «Холоп», хотя уже 10 недель находится в прокате, его посмотрели 22 тысячи зрителей. Неплохой результат, но, скажем, далёкий от абсолютного рекорда российской посещаемости, где он установил именно рекорд как самый посещаемый фильм за всю историю российского проката. Он побил рекорд даже движения вверх. Или «Лёд-2», который несколько недель был на первом месте, и у нас он всё-таки пользуется почему-то меньшим спросом. Хочу также отметить, что в российском прокате сейчас на первом месте фильм «Гай Ричи. Джентльмены». И эта картина, такое возвращение «Гай Ричи» к своему исконному такому вот стилю, очень и очень интересное такое яркое действительно кино с Мэтью МакКонахи в главной роли. В России фильм пользуется огромным успехом, у нас всё-таки вот, ну, у него такой стабильный, всё-таки он держится в тройке лидеров. Но, тем не менее, вот он, по-моему, так и ни разу не возглавил наш прокат на одну неделю. Хотя картина очень и очень достойная, интересная и снятая вот в лучшем духе Гая Ричи, его фильмов «Карты, деньги, два ствола» и других. На первом месте у нас по посещаемости семейное кино «Соник», фильм об этом пришельцы из космоса, фильм, где сочетается анимация, игровое кино с Джимом Керри в роли главного злодея. Фильм, понятно, что у нас очень посещают очень активно семьи с детьми и как раз это делает кассу почти 30 тысяч зрителей за две недели. На втором месте «Вслёт одноклассников», вот продолжение фильма, вторая часть. Но, если вы помните, первый фильм был бы действительно бомбой. И, несмотря на очень сомнительный юмор, он собрал какие-то рекордные совершенно количество по тем временам зрителей, был лидером хитом проката. У нас эта картина, ну, при том, что всё-таки 38 тысяч зрителей, да, но вторая часть пользовалась меньшим успехом и спросом. На третьем месте «Джентльмены», на четвёртом месте, кстати, фильм, который я хотел бы тоже отметить в этом списке, потому что, знаете, мы привыкли к тому, что в кинопрокате у нас показывают в основном такое киноаттракцион. И отчасти, конечно, это будет аттракцион, потому что совершенно потрясающие виды Аляски и Дикого Севера. Но вот «Зов природы» – это картина с Харрисоном Фордом в главной роли и его верным спутником псом по рассказам Джека Лондона. Это фильм-приключения, это фильм такой невероятно визуально красочный. И всё-таки вот как, знаете, в сценарии, самое главное, наверное, в картине – это сценарий, в нём есть какая-то жизнь и в нём есть что-то такое очень человеческое, что захватывает тебя, как и во всех книгах Джека Лондона, которые обязательно нужно прочитать. Романтические, да, но невероятно бесхитростные, да, но, с другой стороны, вот всегда какой-то такой абсолютный нравственный камертон, вот как нужно поступить человеку, показан в фильмах, в книгах Джека Лондона. На пятом месте, кстати, находится российская картина. Это самая высокая вот позиция российского кино, это в первую неделю она шла в прокате – «Калашников». И это история конструктора знаменитого автомата «Калашникова». Ну, тем не менее, картину посмотрело чуть меньше тысячи зрителей – 966. Интересно, что вот у нас в прокате есть, ну, вот один яркий лидер, есть три картины, которые идут следом, и затем вот большое очень количество фильмов, больше 20, почти 25 фильмов, которым так и не удалось приблизиться к тысяче зрителей, но которые отбирают понемножечку кусочек пирога. Так вот, дальше, если говорить про наш латвийский прокат, фильм ужасов «Кукла-2», а дальше идёт фильм «Лёд-2», вот российское кино с Александром Петровым и Аглой Тарасовой. На восьмом месте «Эмма» по сборам, по посещаемости. Ну, и дальше уже идут менее такие популярные фильмы, но среди них вот я хочу выделить наш латвийский фильм «Пилса этапиупес». Это картина «Семь недель в прокате», и вот она сумела собрать аудиторию 61 тысячу человек. И «Двеселю путенис» – это картина «Метель души», если можно так перевести. Она уже почти вот сходит с проката, 17 недель она держалась, но это, ещё раз хочу напомнить, абсолютный рекордсмен нашего латвийского проката – 251 тысяча зрителей. Это лучший, по-моему, результат чуть ли не за всю историю латвийского кино. Если ещё говорить про, ну, такие тяжеловесы, фильмы «Тяжеловесы», это фильм «Холодное сердце-2», картина тоже для, ну, мультфильм, картина для семейного просмотра, которую сходили, посмотрели почти 120 тысяч человек. Это тоже очень, ну, такой хороший результат и выше среднего. То есть очень редко всё-таки у нас картины могут похвастать аудитории больше 100 тысяч человек. Ну, и вообще за 50 тысяч выбиваются единицы, и среди них, я хочу отметить, фильм «Джуманджи», который, вторая продолжение уже перезапущенной серии, который вот скоро исчезнет с экранов, если хотите посмотреть его на большом экране, обязательно постарайтесь это сделать в ближайшее время. Вот, ну, и, наверное, из таких больших картин всё. Хочу только ещё отметить, что даже «Оскары» не помогли, полученные там и номинации, не помогли фильмам 1917-й, и «Кролик Джоджо» как-то улучшить свои показатели. Картины, в принципе, я думаю, что буквально вот исчезнут уже на следующей неделе из нашего латвийского проката. Ещё, если несколько слов сказать про американский прокат, то здесь мы найдём уже хорошо знакомого нам вот этого «Соника». Очень смешной действительно фильм, очень много его переделывали, поскольку сейчас каждый фильм проходит тест просмотра, и иногда бывает, если честно, немножко смущает этот момент, то, что фильмы подгоняются под аудиторию. То есть получается так, что художественный замысел там или какие-то вот вещи, которые, казалось бы, должны быть на первом месте, всё это приносится в жертву желанию угодить зрителю, и очень часто после такого рода тест-просмотров люди, ну, просто помечают галочками, крестиками там, что им понравилось, что не понравилось в фильме, и по результатам этих тест-просмотров могут фильмы очень серьёзно измениться. Но вот это произошло с фильмом «Соник». Он на втором месте, на третьем вот «Зов природы» в американском прокате, а вот на первом месте очень интересно, фильм, я думаю, он скоро появится и у нас, «Человек-невидимка». Дело в том, что студия «Юниверсал», она собиралась перезапустить линейку фильмов своих знаменитых ужасников, среди которых были там фильмы про оборотней, вампиров, про всяких там ужасных персонажей, в том числе была «Мумия», вот первые выпустили «Мумию», и результат фильма, который был как будто бы, многие выждали от него весёлого, милого, даже почти комедийного жанра, как было в очень лёгком, если помните, фильме с Брэндоном Фрейзером, «Мумия» и «Мумия возвращается», а здесь фильм был более с Томом Крузом, но не в роли мумии, а, естественно, в роли археолога, ну, который находит её, обнаруживает, точнее, военного, но который находит и обнаруживает эту мумию. Но фильм получился более мрачным, более как-то вот неожиданным, ну, обманувшим ожидания аудитории, и в результате студия, испугавшись, стала сворачивать все проекты, они были заморожены, но, тем не менее, вот «Человек-невидимка» вышел в прокат, и это не классическая версия повести Орсона Уэллса про «Человека-невидимку», это, скорее, такая современная версия, очень интересно придуманная, придуманная, в которой нашли отражение вот такие феминистические, может быть, модные штучки. Речь идёт о домашнем насилии, вот о женщине, которая страдает от насилия в семье, своего, ну, вот, благоверного, с которым она живёт, она пытается убежать от него, и затем этот благоверный подстраивает как будто бы свою гибель, но на самом деле он становится «Человек-невидимкой», и в этом невидимом состоянии он начинает терроризировать свою бывшую пассию и нагонять на неё страх. Очень, действительно, интересный ход, который попытался осовременить эту такую же, ну, скажем так, нафталиновую тему, чем уже абсолютно не удивишь. Очень хорошо сделаны спецэффекты, великолепная актёрская работа актрисы, которая снималась и в «Мэдмен», и в «Служанках» сериале. Она в основном сериальная актриса, её фамилия Мосс, я забыл её имя, просто вылетело из головы, но в этой картине она действительно очень, ну, ярко передаёт положение женщины, которой никто не верит, и которая оказывается перед лицом такого опасного маньяка. Это прекрасно сделанные спецэффекты, и самое интересное, что при очень маленьком бюджете фильм удалось снять всего лишь за 7 миллионов долларов, что по голливудским меркам это вообще просто какие-то копейки. Он сразу же стартовал с позиции в 28 миллионов долларов, то есть сразу же окупил себя в четырёхкратном размере, и я думаю, что это хороший пример того, как вот можно из фильмов ужасов делать такие современные вот версии. Мы ещё, кстати, с вами поговорим буквально через пару минут про то, куда идёт Голливуд вот именно с этим желанием быть модным, быть в тренде, в тренде «Метту» и феминизма, и каким последствиям это может привести. Но пока давайте вот у нас есть ещё две минуты до небольшой рекламной паузы. Я отмечу, скажу, полистав календарь, кто сегодня отмечает из голливудских знаменитостей день рождения. Сегодня исполняется 55 лет режиссёру Полу Андерсону. Он в основном снимает, ну, такие фильмы-боевики, ужасники, скажем, не самого крупного масштаба, но, тем не менее, «Мортал Комбат» и целая серия фильмов «Обитель зла». Он является мужем актрисы Милы Йовович, которая сыграла в «Обителе зла» главную роль и продолжает играть во всех продолжениях. Также он снял фильм «Три мушкетёра», где Милы Йовович сыграла злодейку Миледи. Во всяком случае, вот ему сегодня исполняется 55 лет. 66 лет исполняется очень такой милой, очаровательной актрисе, по-моему, она канадского происхождения, Кэтлин Ахара. Я думаю, что большинство зрителей помнят её по роли мамы Кевина в фильме «Один дом». Она как раз-таки вот играла маму персонажа Макалея Калкина, которая всё время кричала «Кевин!», то есть, ну, вспомнив о том, что что-то вот она его забыла. Также исполняется сегодня 46 лет Кристине Баумгартен. Это актриса и супруга нынешней кинозвезды Кевина Костнера, когда-то невероятно популярного. Ну и ещё один такой не юбилейный, но всё-таки вот важный момент календаря. Сегодня 79 лет. Исполняется режиссёру Эдриану Лайну. Когда-то вот в 80-е годы, в начале 90-х, он был невероятно популярен, работал в жанре такого эротического кино, ну, скажем так, вот с налётом эротики. 9,5 недель, где практически он начинал как клипмейкер. Тогда ещё только клипы были в диковинку, в новинку, и очень многие свои какие-то наработки, я понимаю, он в этом фильме воплотил, где сыграли вот Микки Рурк и Ким Бейсинджер. Затем был фильм «Непристойное предложение» с Робертом Редфордом, Дэми Мурову, Дим Харрельсоном. Был, а, я забыл совсем, прекрасный фильм «Роковое влечение», который ещё до «Основного инстинкта» Майкла Дугласа представил в роли такого действительно соблазнителя с прекраснейшей, конечно, актёрской работой Глэн Клоус. И фильм был «Лолита», это была экранизация романа Набокова современная, с... господи, вылетела из головы фамилия актёра, я затем вспомню, скажу. Но картина, которая вызвала большие нарекания, тоже вот как раз-таки в то время уже кинематограф стал отказываться от изображения слишком откровенных сцен. У Эдриана Лайна был достаточно долгий 18-летний творческий перерыв, но вот буквально я нашёл на сайте imdb.com информацию о том, что совсем скоро должен выйти новый его фильм после вот 18-летнего молчания. Опять-таки он посвящён теме супружеской неверности, а его, по-моему, последняя работа и так и называлась «Неверная». Я там играл... там была прекрасная тоже актёрская работа. Вылетел... опять у меня вылетела из головы фамилия актрисы. Но, во всяком случае, вот Эдриан Лайна 79 лет, и я очень рад, что у него продолжают выходить новые фильмы. Сейчас мы сделаем небольшую паузу, после чего вернёмся в студию и продолжим программу «Синема». Продолжается программа «Синема». Сначала вот сразу хочу сказать, что в фильме «Неверная» играла Дэйан Лейн. Я вспомнил, даже не подглядывая, вспомнил фамилию актрисы. Она когда-то была супругой Кристофера Ламберта. Ну, вот играла во многих... Её пик, наверное, конечно, карьеры пришёлся скорее всё-таки на 90-е годы, когда... в 80-е она ещё... в 80-е и 90-е. Но в последнее время, в принципе, она реже появляется на экранах. Ну, а в «Лолите» главную роль играл Джереми Айронс. Кстати, вот Доминик Суэйн, актриса, которая сыграла главную женскую роль Лолиты, как-то тоже её карьера не заладилась во всём счёт, пока её... Ну, многие говорили о том, что вот откровенные сцены в этом фильме затем отпугнули многих продюсеров, и ей стало тяжело получать роли. Ну, а Джереми Айронс, ну, всё-таки изумительный совершенно британский актёр, который часто снимается в Голливуде. И, кстати, он был председателем жюри 70-го Берлинского кинофестиваля. Вот «Берлинале» завершилось. И, как многие отмечают, конечно, завершилось... Ну, при том, что не было яркого лидера, как-то попыткой всё умиротворить всех и дать правильные призы. Во всяком случае, главный приз получил иранский фильм «Зла не существует», который был, ну, тем не менее, вот кинокритиками встречен на кинофестивале очень скептически. И вот максимально, по-моему, он получил 3 из 5 баллов. И эти были сдержанные отзывы, также подкреплялись и тем, что многие зрители уходили из зала. Но, тем не менее, фильм, который ставит очень актуальную проблему, смертные казни, которая, по-моему, вот в Иране является одной из главных причин того, что к Ирану международное сообщество относится достаточно скептически, поскольку, по данным Amnesty International в Иране, он занимает второе место, чаще казнят только в Китае, вот среди стран, где происходит вот исполнение смертной казни. И это фильм из четырех новелл, который рассказывает о том, вот как эти приговоры приводятся в исполнение. И, ну, не буду рассказывать сюжетов, но, в принципе, вот критики отмечали, что все-таки достаточно неровный фильм. Если первая новелла действительно неожиданная, то остальные достаточно предсказуемы, ну, и морализируют о том, что нам не дается угадать, кого мы, и вот если там человек вынужден исполнять роль палача, кого он казнит, и каким образом в дальнейшей судьбе сыграет это его поступок, какую роль. Ну, вот, если говорить это о Берлинском кинофестивале, между тем, вот я уже говорил о том, что движение МИТУ очень во многом изменило и кинематограф, и буквально вот на этой неделе был вынесен приговор Харви Вайнштейну, на прошлой неделе, конечно, его признали виновным в случаях сексуальных домогательств и даже в изнасиловании, и хотя сам вердикт еще будет оглашен, его еще не огласили вот в ближайшее время, Харви Вайнштейну грозит реальный тюремный срок, причем он может провести весь остаток жизни, учитывая, что там достаточно уже в возрасте человек, а ему грозит до 25 лет тюрьмы. 67-летний продюсер вот обвинялся, и говорят, что он до конца не мог поверить, что его признали виновным, он все время твердил своему адвокату, как такое может происходить в Америке, но отмечают также, что здоровье вот продюсер очень сильно ухудшилось, он перенес операцию на спине, хотя вот появление сгорбленного Вайнштейна с ходунками многие воспринимали как своего рода игру, попытку разжалобить суд и вызвать к себе симпатию, но после обвинения вердикта вот на пресс-конференции очень многие, ну появились женщины, достаточно известные, это Мира Сарвина, например, которая была удостоена премии «Оскар» в 90-х еще годах за роль в фильме Вуди Аллена, вот сейчас мы перейдем, который в свою очередь тоже обвинялся во всевозможных и обвиняется сейчас во многих грехах. И вот Мира Сарвина утверждала, что отвергнув домогательство Вайнштейна, она разрушила свою карьеру, ее просто перестали приглашать в кино, ну и вот на этой пресс-конференции она выразила надежду, что он сгниет в тюрьме, как того и заслуживает, это вот прямая цитата. Также актриса Роуз МакГун, которая тоже наснималась, по-моему, в фильме «Планета террора», там в разных картинках, достаточно тоже успешных, она обвиняла Вайнштейна в том, что тот ее изнасиловал в 1997 году, ну и, в общем, она тоже выражала свое удовлетворение тем, как был, как закончился этот процесс. Между тем, вот в Голливуде сейчас очень многие люди оказались нерукопожатными и практически, ну, их просто выбросили из профессии на основе вот таких скандальных обвинений. Это, ну, давайте, если вот говорить, кроме Вайнштейна, вот я уже упомянул Вуди Аллен, который, ну, у него довольно сложная история. Я напомню, что он был женат на Мия Ферроу, и затем у Мия Ферроу была удочерена девочка, и затем, когда девочка подросла, Вуди Аллен, неожиданно бросив свою жену, женился вот на этой вот молодой девушке. Это вызвало, ну, просто шоковое состояние у самой актрисы, она стала обвинять его в домогательствах и к другим детям. И вот приемная дочь Дилан Ферроу, другая, обвинила в том, ну, Вуди Аллена, своего отчима, в растлении. Она написала колонку в Нью-Йорк Таймс, ну, вот сам режиссер говорит о том, что на тот момент, вот когда она утверждает, что это все происходило, ей было 7 лет, и сам режиссер, ну, позиция режиссера такая, девочка нафантазировала под влиянием своей матери, то есть это какие-то ложные воспоминания, которые вложила ей в голову очень оскорбленная и уязвленная мать, ну, и таким образом для того, чтобы отомстить своему бывшему супругу. Эта версия, еще раз подчеркиваю, самого Вуди Аллена, доказательств, опять-таки, вот с давностью лет нет, но бедный вот Вуди Аллен сейчас отлучен от профессии. В компании Амазон отказалась прокатывать его картину «Дождливый день в Нью-Йорке». Кстати, фильм можно было посмотреть в нашем латвийском прокате. Фильм великолепный, прекрасный. Тимоти Шаламе, там игрался Лена Гомес, очень хорошие актеры. Там сам Тимоти Шаламе, я понимаю, что это его такой альтер-эго самого режиссера, его такая ностальгия по молодости. Хорошее, прекрасное кино, но американский зритель его не увидел. И вот в тот момент вообще карьера Аллена повисла на волоске, и спасли положение, пожалуй, в общем, спасли его адвокаты, и они выдвинули иск против Амазон на 68 миллионов долларов за нарушение контракта. В результате компания дрогнула, как-то пришли к какому-то компромиссу, но в результате Вуди Аллен сейчас продолжает снимать кино, должна выйти в этом году его новая картина «Фестиваль Ривкина». Это лента о приключениях супружеской пары на кинофестивале в Сан-Себастьяне. Главной роли играет Кристоф Вальц, Луи Горель, Елена Анайя. Но я хочу сказать, что актеры испытывают, которые снимаются у Вуди Алина, давление. О них оказывает давление движение MeToo, и актеры вынуждены оправдываться, почему они снимаются у насильника и растлителя. Кто-то не выдерживает. По-моему, Селена Гомес сделала заявление, что она сожалеет о том, что снималась у Вуди Алина. Вот я честно скажу, мне сложно судить, но мне кажется, что дело очень тёмное, странное. И Вуди Алин – один из великолепнейших режиссёров, который находится сейчас на творческом подъёме. Он каждый год снимает по новому фильму, причём сам пишет сценарии, сам режиссирует, сам уже, по-моему, не снимается в своих фильмах, хотя раньше он это делал. Ну и в результате дождливый день не был показан, и судьба всех остальных фильмов тоже абсолютно под вопросом. Ещё одно громкое, конечно, дело – это Роман Аполанский. Режиссёр, я напомню, совсем недавно вышел фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Там рассказывается история Романа Аполанский и его жены Шерон Тейт. Шерон Тейт была убита бандой Чарльза Мэйсона. После этого, причём она была беременной, Роман Аполанский пережил жуткий шок, был в депрессии. В 1977 году его арестовали за изнасилование тринадцатилетней фотомодели Саманты Геймер. Это произошло на вилле Джека Николсона. И опять-таки, да, конечно, режиссёр виновен. Он надеялся на то, что можно будет обойтись условным сроком, но когда стало ясно, что его посадят в тюрьму, режиссёр сбежал из Америки, уехал во Францию. Ну и вот с тех пор он объявлен в розыск в США. И самое интересное, что до последнего времени, по большому счёту, киноиндустрия поддерживала Аполланского. Он снимал картины в Европе и делал это с американскими актёрами. Снимались Харрисон Форд, Сигарни Уивер, Эдриан Броуди, Кейту Инслет у него снималась. Когда его арестовали в Швейцарии и собирались выдать США в защиту, режиссёры выступили Мартин Скорсезе, Дэвид Линч, очень многие другие деятели Голливуда. В 2003 году киноакадемия американская присудила Поланскому Оскар за лучшую режиссуру, за фильм «Пианист». И, кстати, зал аплодировал ему стоя. А вот сейчас времена изменились. И вот, казалось бы, ещё 10 лет назад было так, а сейчас, ну, скажем так, то, что он совершил в 1977 году, за это время, знаете, ну, вот срок за убийство, по-моему, там даже, говорят, там за задавностью лет уже перестают преследовать, даже за совершение убийства, там, по-моему, есть 30-летний срок. Здесь прошло 43 года со времени вот этого, ну, вот того, что произошло. И сейчас Роман Поланский оказался, опять-таки, подвергнут астракизму. И когда фильмовый офицер и шпион получил призы на фестивале в Венеции, практически французские активисты сорвали показы картины в Париже. Сейчас он получил 12 номинаций на премию «Сезар» и получил премию за лучшую режиссуру вот именно французской киноакадемии. И в результате правления в этой премии «Сезар» было вынуждено уйти в отставку. Такой был скандал, и такое влияние имеет движение «Метту» вот сейчас на всё, что происходит. Замечу, что это не единственные режиссёры, их там можно продолжать, можно и вспомнить Кевина Спейси, можно вспомнить режиссёра Брайана Сингера, который снимал фильмы «Люди Икс», он снимал прекрасный фильм «Способный ученик», снимал фильм с Габриэлом Бирном, с Стивеном Болдуином и с тем же самым, с Кевином Спейси, его обвиняют сейчас в том, что он совершал акт сексуального насилия, и режиссёра отстранили от съёмок фильма «Рыжая Соня». Сейчас, несмотря на то, что ему удалось заключить мировые соглашения по большинству этих эпизодов, тем не менее, сейчас Брайан Сингер сидит без работы, и его обычный подозреваемый фильм, который я всё никак не мог вспомнить, он тоже снял, но сейчас вот этот режиссёр тоже не задействован ни на одном из проектов. Джеймс Франко, актёр, который тоже очень популярный, он снимается довольно, тоже снимался часто, но разгорелся скандал вот в 2018 году, его обвинили в том, что в киношколе, которую он возглавлял, он предлагал там студенткам киношколы сниматься в эротических сценах, и в результате того соглашались они сниматься в этих сценных эпизодах или нет, зависело их дальнейшее обучение в школе. Ну и в результате вот разгорелся тоже большой скандал, и сейчас, во всяком случае, это тоже отражается на его карьере. Джон Ласситер, простите, это основатель Пиксара, самой знаменитой мультяшной компанией «История игрушек», там все мультики, на которых выросло практически поколение нынешних 30-летних людей. Вот Джон Ласситер тоже обвинили его в харассменте, несколько женщин заявили, что он, значит, рассказали о нежелательных контактах. То есть шла речь о том, что он при встрече мог поцеловать в щечку, мог обнимать, и вот не всем это нравилось, и хотя дальше, я так понимаю, ничего не шло, но и этого хватило, чтобы Джон Ласситер подал в отставку, и больше Пиксара он не возглавляет. То есть вот то, что творится сейчас в Голливуде, очень много деятелей Голливуда практически вот в ожидании от того, что за ними придут и принесут повестку в суд, и таким образом становится очень и очень опасным снимать любые какие-то фильмы с обнаженкой, или там с раздеванием. В общем, я так понимаю, что сейчас Голливуд станет очень и очень пуританским. Ну и последняя буквально вот история, которая меня тоже совершенно потрясла. В ремейке, игровом ремейке Мулана не будет одного из персонажей, который не понравился движению Митту. Капитан Ли Шенг, командир и возлюбленный главной героини, вот говорят, не соответствует современным веяниям. От него решили отказаться и придумали там двух других персонажей, которые как бы взяли на себя какие-то необходимые сюжетные линии. Просто сама идея того, что командир девушки, которая является ее возлюбленным, то есть практически показывает плохой пример. Во-первых, это служебный роман. Во-вторых, как бы девушка, находящаяся в подчиненном к нему положении, вот подразумевается, не может отвергнуть его ласки. Все это ненужный, неправильный пример для молодежи. Ну и несмотря на то, что в мультике этот персонаж был благородным, сдержанным, любящим, ну то есть там все лесные эпитеты, тем не менее, в новой игровой версии Мулана этого персонажа выкинули, и вот его сюжетные линии раскидали по другим персонажам. Ну и вот говорят, что многие в переделке мультфильмов Диснея действительно приходится их значительно перерабатывать, потому что они не соответствуют каким-то уже новым идеям, таким уже сформировавшимся стереотипам, которые являются обязательными требованиями для фильмов нынешнего времени. Вот, собственно говоря, о чем сегодня хотел поговорить, что хотел рассказать. Еще раз напомню, что в наших кинотеатрах сейчас самым популярным фильмом является Соник-фильм с Джимом Керри в главные отрицательные роли, на втором месте слет одноклассников, на третьем месте фильм Джентльмены Гайя Ричи, вот это самые популярные три картины. Желаю всем приятного вечера, хорошего кино, и до встречи через неделю в программе «Синим». Это был Олег Пек. «Синим».